Всем привет! С вами канал Armormaster. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель немецкого среднего танка Panzer III J от Reifield. Об истории Panzer III написано уже столько, что за всю жизнь не перечитать, поэтому буквально два слова непосредственно о танке модификации J. Ключевым отличием от танков Panzer III более ранних модификаций у Panzer III J стало 50-мм орудие длиной ствола в 60 калибров. По легенде, якобы Гитлер еще в 1940 году потребовал от промышленности поставить именно такое орудие в Panzer III, но промышленность просто проигнорировала его требования, вроде как он был в ярости. На самом деле это маловероятно. Почему? Потому что, насколько я понимаю, на тот момент в серийном производстве 50-мм орудия с стволом в 60 калибров просто не было. Тем не менее, к началу боевых действий в Северной Африке и тем более в Советском Союзе стало понятно, что Panzer III с короткоствольным 50-мм орудием выполнять роль истребителя танков, танка, предназначенного для борьбы с танковой, не может никак, потому что он вражеские танки просто-напросто не пробивает. Ну, о задачах поддержки пехоты с таким малокалиберным орудием тем более речи идти не могло. Поэтому необходимость улучшения бронепробиваемости была очевидна, и, в общем-то, самый простой способ это сделать, это действительно увеличить длину ствола, чтобы увеличить скорость выхода снаряда. В итоге, именно такое орудие, КВК-39 с длиной ствола 60 калибров, и было установлено на танк, но немцы не были бы немцами, если бы у них в рамках модификации не было бы целой пачки переходных вариантов. Больше половины из танков Panzer III в версии J были вооружены, на самом деле, краткоствольной пушкой длиной ствола 42 калибра, и только с декабря 1941 года на вооружение стали поступать танки с длиной ствола в 60 калибров, а старые отправлять обратно на перевооружение. К концу 1941 года немцы окончательно поняли, что на Восточном фронте даже длинноствольная 50-мм пушка не имеет никаких шансов против средних и тяжелых советских танков, поэтому началась длительная чехарда, сначала с попытками установить на тройку башню от четверки с ее же длинноствольным орудием калибра 75 мм, потом попытки сделать из тройки танк поддержки пехоты с короткоствольным 75-мм орудием, ну а в конечном итоге все это закончилось тем, что в 1943 году тройку сняли с производства как бесперспективную. Инструкция. Инструкция полноцветная, напечатанная на неплохой и при этом матовой бумаге, она не бликует, но и в принципе в работе, мне кажется, будет очень хорошая. С одной стороны, с другой стороны, какая-либо историческая справка и какие-либо комментарии вообще по танку полностью у нас отсутствуют, то есть придется либо искать в литературе, либо догадываться самим. Ну, на первом развороте у нас раскладка деталей по рамкам и начинается сборка. Ну, со сборки сразу же видно, какие моменты. Во-первых, корпус у нас состоит из множества деталей. У дракона 10-летней давности корпус отлит в одну деталь, в нижняя часть, здесь, к сожалению, этого у нас нет. С другой стороны, все люки даны отдельными, то есть в теории мы можем их открыть. Также у нас отдельно ставятся детали, которые будут удерживать торсионы, то есть, очевидно, подвеска у нас будет рабочая. Ну, тут показан люк и тоже фишка Райфилда – это то, что красным показывается то, куда мы наносим клей, но тоже не везде, потому что вот здесь красным показаны детали, которые отличаются. То есть, по большей части у нас это элементы 79 и 38, а вот два отдельных, они промаркированы красным. Ну, с точки зрения заботы о моделисте, это, конечно, весьма неплохая идея, потому что мы знаем, что основная проблема тех же самых драконовских наборов – это как раз инструкция, не очень внятная. Здесь, по видимости, решили этот момент исправить. Далее у нас присоединение бортов к корпусу, корма к корпусу. Ну, опять же, повторюсь, все, к сожалению, отдельно. Далее торсионы, амортизаторы, значит, и балансиры. Тут какой есть момент. Подвеска может остаться рабочей, либо мы можем ее зафиксировать. То есть, зафиксированном виде мы просто клеим балансиры к вот этим вот штырькам. Ну, на самом деле, для большинства моделистов это оптимальный вариант. Нам не надо будет думать о том, чтобы у нас все элементы стояли ровно. Но те, кто захочет поставить на диораму, соответственно, аккуратненько вот эти штырьки срежет и получит полностью рабочую подвеску. Ну, это более чем современное решение. В общем-то, тут все, на мой взгляд, прекрасно по самому последнему слову модельной техники. Далее у нас детали настройки ленивца, отбойнички, и мы переходим к кормовой части. Ну, по кормовой части, в общем-то, ранние, средние и тройки, они все такие. Тут, я думаю, тоже все понятно. То есть, вот такая конфигурация глушителя и так далее. Деталь, в которую вставляются буксирные устройства, тоже тут все отдельно, этот палец. Ну, единственное, что к нему цепочку можно прицепить, а так, в общем-то, тоже все выглядит достаточно хорошо. Далее ходовая часть, ленивцы. Ленивцы, так же, как у дракона, имеют вот такое вот травленое колечко. Для любителей точности, наверное, будет просто идеально. Ведущая звездочка, сами катки. Катки и все вообще, я так понимаю, да, элементы у нас держатся на втулочках резиноподобных. Поэтому, соответственно, все катки, все ленивцы, все у нас будет вращаться. Ну, кроме единственных поддерживающих катков, они у нас вклеиваются намертво. Ну, это, в общем-то, тоже совершенно нормально. Далее мы переходим к кормовой детали. Здесь сетки показаны травлением. Ну, это, опять же, по самому современному слову техники. Присоединяем к кормовую часть и переходим к лобовой части. Значит, здесь явно видно, что люки одностворчатые для доступа к трансмиссии. Ну, для модификации J это абсолютно нормально. То есть, так и должно быть. Единственное, что нам надо будет просверлить пару отверстий при помощи сверла. Ну, я тоже не думаю, что это будет какой-то проблемой. Опять же, люки можно показать в открытом виде. В данном наборе интерьера никакого нет. Но вот, судя по всему, интерьерная модель скоро появится. А может быть, даже уже заявлена. Потому что здесь все достаточно хорошо и с внутренней стороны тоже показано. Так, далее траки. Ну, траки тоже, конечно, явно пытались обогнать, обойти дракона. У дракона они либо склеиваются намертво по отдельности траки, мейджики, либо дески винил. Здесь сделаны траки на полупальцах с шаблоном. Все прекрасно. Ну, главное, чтобы они собрались нормально. То есть, если они нормально соберутся, и у нас из коробки рабочая гусеница, ну, это, на мой взгляд, просто замечательно и великолепно. Лучше просто не придумать. Также, опять же, в отличие от дракона, нормально показано крепление передних брызговиков. То есть, здесь тоже, мне кажется, придраться особо не к чему. Все выглядит очень здорово. Далее, домкрат. Деталировка над гусеничных полок. Опять же, какие-то мелкие элементы подробно показаны, чтобы мы не запутались. Вот здесь вот поддерживающая деталь задних брызговиков показана нормально, в отличие от дракона, как ее ставить. И по-человечески она сделана. То есть, тоже выглядит все достаточно симпатично. Далее у нас фара на ТЭК. Ну, очевидно, что на танках производства 41-го года именно такая должна быть светотехника. Тут без вариантов. Брусок под домкрат и ящик ЗИП. Далее мы переходим к, если не ошибаюсь, да, это у нас левая полка. Опять же, у нас на корме световой прибор на ТЭК. Дополнительные каточки. Тут все нормально. Но единственное, к чему можно придраться, это то, что замки для шансового инструмента отлиты прямо на самих элементах шансового инструмента. Здесь и здесь, ну, везде. Соответственно, если мы соберемся менять их на травление, то придется аккуратненько их отрезать. Ну, вообще, в идеале они бы сразу, если были бы из коробки травленые, либо было бы два варианта с пластиковыми замками и без замков под травление, но, к сожалению, этого здесь все-таки нет. Далее продолжение сборки надгусеничных полок и установка их на место. Опять же, нам явно показывается, в каких точках у нас полка будет держаться. Но по поводу крепления полки, мне кажется, у дракона получше, потому что она глубже заходит в корпус. Но, по всей видимости, опять же, здесь проблема в интерьерности. То есть, для интерьерной машины вот такое крепление более копийное, хотя и менее прочное. Далее мы переходим к сборке надстройки подбашенной коробки. Здесь у нас показаны элементы, которые держат смотровые приборы. Причем, литник W, я так понимаю, это прозрачный литник. Соответственно, смотровые приборы у нас прозрачные. Единственное, что я не совсем понимаю, у нас получается, что по правому борту у нас заглушка есть, ручка есть, все есть, но самой стекляшки я не вижу. То есть, то ли это ошибка в инструкции, то ли я что-то не понимаю, то ли так и должно быть и на прототипе. Я, к сожалению, не настолько специалист. Далее у нас сборка пулемета, который находится в корпусе. Ну, тоже достаточно неплохо он, по идее, деталирован, судя по тому, что я вижу. Поздняя установка для пулемета. Это, опять же, для модификации J все совершенно правильно. Стеклянная вкладка в смотровой прибор механика-водителя. Присутствуют отверстия. Тоже тут все, в общем-то, правдоподобно. Ну, вот единственное, что мне не очень нравится, это то, что пуляотбойник выполнен отдельной деталью. Ну, лучше бы он был бы прямо сразу на крыше, ну, да бог с ним. Ну, и опять же, мы видим, что этот элемент состоит из множества деталей. Соответственно, надо будет это все аккуратно состыковать. Посмотрим, насколько удалось производителю сделать стыки, совпадающими со стыками на прототипе. То есть, если стыки идут там же, где на прототипе, ничего страшного. Если где-то они там не угадали, ну, это будут определенные у нас проблемы. Далее мы ставим подбашенную коробку на корпус. Ставим травленные детали, которые удерживают переднюю часть на гусеничной полке. И как опция предлагается дополнительная броня. Действительно, не на всех танках этой модификации стояла броня. Только на поздних версиях. Райфилд, к сожалению, явно нам не говорит о том, поздняя это версия или ранняя. Но на самом деле, явно видно, что речь идет именно о поздней версии. Ну, мы об этом еще чуть-чуть поговорим. Значит, дополнительная броня здесь с применением фототравления. Но единственное, что вот эти вот элементы все отлиты отдельно. Если я не ошибаюсь, у дракона они отлиты зацело с этим элементом. Ну, там просто чуть попроще. Далее у нас идут люки на корме. Люки на корме у нас, опять же, поздние. Одностворчатые. То есть, такие люки, такая конфигурация крыши моторного отделения. Она характерна для модификации J средне-поздних выпусков и уже до конца производства. То есть, из этого мы делаем вывод, что судя по тому, что есть броня, судя по тому, что здесь одностворчатые люки, то это поздняя J, поздний Panzer III J. Но, опять же, повторюсь, к сожалению, производитель этого явно не говорит. Мы как бы догадываемся об этом. Ну, и также люки доступа тоже можно сделать в открытом виде. Ну, повторюсь, в данной ситуации нам это ни к чему, но для интерьерной модели это явно пригодится. Также травление. Ну, тросы, как у дракона, тут, в принципе, ничего нового. В целом, выглядит все достаточно понятно и достаточно неплохо. Так, теперь мы переходим к башне. Ну, вот с башней начинается все с сборки орудия. Здесь даже сделана пружинка для того, чтобы показать откат. Некие элементы казенника, элементы ствола, что его кожух, что сам ствол даны в одну деталь. То есть, нам все, что нужно будет, это убрать шов. Ну, выглядит все достаточно хорошо. Главное, чтобы оно еще и было отлито нормально. Ну, есть некий микроинтерьерчик, но казенник, как мы знаем, все равно в пустой башне толку от него никакого не будет. Далее дополнительная броня, и мы переходим к самой башне. Башня сделана, как у дракона, то есть, этот элемент единый. Вклеиваются различные детали, но, опять же, по внутреннему рельефу совершенно очевидно, что интерьерная модель рано или поздно появится. Неплохо, на мой взгляд, деталировано сидение. Даже, я бы сказал, более чем подробно. И у нас, соответственно, происходит стыковка верха с низом башни. Опять же, по идее, разъем у нас здесь идет в том же месте, где был разъем на прототипе, по сварному шву, то есть, по идее, все должно быть нормально. У нас по сборке никакая-то шпаклевка дополнительно не понадобится. Ну, и вот тут тоже показано, как все это собирается, если сделать в открытом виде. Если открыть все люки, то есть, потенциальная возможность у нас это сделать в данной модели есть. Командирская башенка, люк, естественно, двустворчатый, тут все правильно, так и должно быть. А также у нас ящик для имущества тоже, даже, видите, с травленными замочками. Ну, здесь явно это получше выглядит, чем у конкурента от Дракона. Далее мы ставим командирскую башенку, люк, водоотлив над люками доступа в башню. Ставим на место антенну, ну и, собственно, вот эти два наших варианта, либо с дополнительной броней, да, либо без брони. Тут, соответственно, дополнительная броня на башне, на корпусе, здесь нету разнесенной брони на башне, на корпусе. Ну, я думаю, все очевидно. А вот со схемами окраски все совсем не так очевидно. Почему? Ну, потому что у нас вообще ничего нету, ни даты, ни места, ни части, в которой находился, предположительно, этот танк. Вообще ничего, то есть просто некий желтый, догадайтесь сами, наверное, имеется в виду африканский, а может быть после 43-го года. Некий серый, ну, опять же, до введения Дункельгельба, некий белый и некий двухцветный Панцер Грей с желтым, наверное, тоже Африка. Ну, мне кажется, в таком виде давать схему окраски, ну, как бы не очень красиво и не очень правильно, потому что нам либо надо самим выискивать все-таки, что же это был за прототип, и где он был, и был ли он вообще, или Ама Байми Кименес просто выдумал из головы эти варианты. Потому что, если нету конкретной привязки, то это первая мысль, что, наверное, из головы выдумали, хотя я надеюсь, что это не так. Но, в целом, такая схема окраски, конечно, на мой взгляд, не очень именно из-за отсутствия привязок. Ну, то, что тут не со всех сторон данной виды, мне кажется, уже второстепенно. Вот, собственно, на этом с инструкцией все. Пластик. Пластик совершенно типичный райфилдовский, желто-песочного цвета, ну, и, в общем-то, со всеми райфилдовскими моментами. Значит, ну, сначала из хорошего. Отлиты все достаточно приятно, каких-то заметных сходу дефектов я пока что, во всяком случае, не вижу. Из того, что мне понравилось, это, конечно же, то, что у нас шов разъема формы по основным каткам расположен так, что его практически не видно. То есть, он не находится на центре. С другой стороны, если мы внимательно посмотрим, то мы увидим, что везде, где у нас есть какие-то массивные приливы пластика, у нас появляются утяжины. К сожалению, с колесами вышло точно так же. У них в центральной части присутствует такое небольшое как бы углубление. То есть, несмотря на то, что шва нет, все равно довольно заметная обработка понадобится. В остальном, ну, отверстия пролиты хорошо. Есть даже, да, континенталь, без ошибок написано, континенталь. В общем-то, достаточно тоненькими, ажурненькими буквами. На самом деле, практически незаметно. То есть, если мы захотим показать эту надпись, надо будет, наверное, сухой кисточкой пройти, чтобы стало видно. Вот. А с другой стороны, вот поддерживающие катки, на них шов довольно жирный, довольно заметный. И такой, наверное, не самый приятный будет в удалении. Также обращу внимание, что питатель выведен к внешней поверхности катка. Он довольно крупный, их тут 4 штуки на каждый каток. Соответственно, обшлифовка все равно довольно серьезная нам понадобится. И опять же, если бы с внутренней стороны, вот здесь вот подходил питатель, обработка была бы чуть проще, потому что внешняя кромка была бы заведомо круглая. В остальном, ну, здесь, очевидно, присутствует многоразъемность на некоторых деталях. В общем, ну, так, по-современненькому все, вполне по-современненькому. С другой стороны, вот на этих элементах я даже сходу... А, это держатели для торсионов. Ну, на них есть микрооблочек, но на самом деле на торсионах он тоже есть. Но это будет все глубоко внутри и видно практически никак не будет. Тут самое главное, чтобы при сборке не появились и кругом микросмещения, которыми так, в общем-то, в негативном смысле славится Райфилд. Вот, кстати, здесь тоже облой и шов довольно неприятные на этих деталях. То есть, в целом, отлит это все ажурно, все так вроде бы аккуратно, хорошо. Кстати, питатели выведены везде все в стороны. Но, с другой стороны, вот вечная проблема, вечный бич Райфилда – это небольшие смещения. Они, к сожалению, тоже никуда не деваются. И здесь они тоже есть. Это надо будет иметь в виду. Крупная рамка с деталями корпуса. Ну, как я уже говорил при обзоре инструкции, все элементы корпуса выполнены отдельно. Соответственно, все это нам надо будет собирать и стыковать. Ну, по внешней стороне все достаточно неплохо. Показан рельеф, крепежные элементы. Здесь достаточно тонкие, достаточно ажурные элементы. Например, вот этот вот щиток в кормовой части, на мой взгляд, очень хорошо. Для пластика-то уж точно получился. Люки все выполнены отдельно, соответственно, сделаны отверстия под них. Вроде бы все даже так неплохо. Отверстия, кстати, в выхлопных трубах, посмотрите, тоже насколько приятные. Все вроде бы здорово, но, с другой стороны, есть пара моментов. Ну, во-первых, если мы посмотрим на внутреннюю сторону. Вот, кстати, на днище следов от толкателей практически нет. Там, где они есть, они будут спрятаны за держателями торсионов. А вот на бортах их довольно много. Ну, опять же, это для данной конкретной модели не совсем актуально, поскольку интерьера нет. Но если вы соберетесь брать интерьерную, то, знаете, такой момент там будет. Хотя, с другой стороны, вот здесь вот, например, на люках для корпуса изнутри следов от толкателей нет. То есть, такое впечатление двоякое. На фару на тек выведен толстенный питатель на самом видном месте. Но, с другой стороны, возможно, он и удалится без каких-то сильных напряжений. Вот здесь вот в держателе для дымовых гранатометов толкатели. Но, по идее, их корпуса должны будут это место перекрыть. На глушителях у нас присутствует тоже такой серьезненький шов от разъема формы. Но мало того, что здесь питатели толстенные, но еще и шов тоже такой весьма не кислый. Его тоже надо будет удалять. То есть, в общем и целом, впечатление от рамки тоже такое немножко двойственное. С одной стороны, вроде бы все здорово, все аккуратно, все изящно. С другой стороны, мелкие дефекты литья, к сожалению, тоже никуда не деваются. Еще один небольшой момент. Я говорил об этом в инструкции, но позабыл на этапе рассмотрения пластика. Значит, по поводу стыковки элементов корпуса. Да, здесь все сделано нормально. То есть, вот мы видим, что вдоль швов идет сварных граница. Соответственно, когда мы будем стыковать, у нас микрощели, которые образуются между деталями корпуса, они будут повторять те же самые щели, которые возникали при сборке настоящего танка. То есть, ну, понятно, что там дыры в миллиметр быть не должно, но какое-то микроотверстие, микроразрывчик между деталями, он вполне допустим. И здесь тоже, в принципе, производитель сделал все хорошо. То есть, глобальных проблем с тем, что корпус у нас из нескольких деталей, по идее, быть не должно. Еще одна рамка с деталями корпуса. Различные люки, бронеплиты, шансовый инструмент и так далее. Значит, ну, прежде всего, надгусеничные полки для пластика, мне кажется, вполне неплохи. Здесь показаны щели на боковых поверхностях, которых, кстати, на мой взгляд, довольно сильно не хватает модели от Дракон. Неплохо сделаны тросы. Я, кстати, вот на тросах практически не вижу вообще шва от разъема формы. Как будто бы его здесь и нет. Я уж не знаю, как им это удалось, то есть, везде не очень в этом плане, а на тросах, видать, постарались. Шансовый инструмент, ну, вроде бы ничего, хотя мы видим, что здесь уже начинает появляться облой. И вокруг лома он, в принципе, лом такой немножко оплывший, надо будет тщательно обрабатывать, зашлифовывать. Немножечко также кривоватая и подоплывшая у нас антенна. Ну, и, в общем-то, понятно, что длинные и тонкие детали – это не то, чем, к сожалению, славится Райфил. То есть, здесь никакого чуда тоже не произошло. На поддомкратном бруске сверху выполнен рельеф дерева, но по бокам абсолютно гладкий. Хотя, с другой стороны, в принципе, несколько движений ножом, и можно и на боковых поверхностях тоже рельеф дерева изобразить. Невелика проблема. Применяется многоразъемность вот здесь вот в районе пулемета, деталей домкрата. Здесь что можно сказать? В стволе пулемета, конечно, есть отверстие, но я бы сказал, оно не очень получилось. Немножко замылено, немножко какое-то кривоватое. Ствол, наверное, имеет смысл поменять. Ну, с другой стороны, здесь ругаться-то особо не на что, потому что менять ствол нужно в 90% случаев. Если говорить о пулеметах, да и о пушках тоже. Применяется многоразъемность здесь вот на ящике, на кожухах воздухозаборников. Ну, и, соответственно, очевидно, что здесь тоже все достаточно непросто именно с технологической точки зрения. Вот. Ну, и так тоже общий итог по этой рамке, в общем-то, такой же. То есть, изящно, аккуратно, на литниках выглядит просто великолепно. Ну, за исключением там мелких моментов с облоем. Но очень важно, как это все будет собираться, не обнаружится ли там каких-то смещений или каких-то еще неприятных моментов. То есть, ну, скажем так, кто Райфилд собирал, тот понимает, о чем я говорю. Также, кстати, вот здесь конвойный фонарь на ТЭК. Он здесь, как и у Дракона, кстати, показан в варианте для ночного вождения в колонии. На мой взгляд, это неправильно. Гораздо лучше бы, если бы вот этот лепесток был бы, наоборот, поднят наверх и открыты два отверстия крупных, то есть, соответственно, для дневного вождения. Потому что, ну, 90% моделистов будут показывать танк все-таки в процессе дневного вождения. Но здесь, на мой взгляд, вот повторили ту же историю, что и у Дракона. Мне кажется, это не очень хорошо. Вот, ну, в целом, повторюсь, вполне нормально. Рамка с деталями башни. Ну, здесь все, в принципе, так интересно выглядит. Видно, что активно применяется многоразъемность. Видно, что детали тоже достаточно тонкие, достаточно ажурные, достаточно аккуратные. Из того, что мне нравится, я тут сразу как-то схватился за обратную сторону. Смотрите, ни одного толкателя, ни на одном люке. Вот в этом плане, конечно, у Райфилда хорошо бы и другие китайские производители эту тему подхватили. Правда, это здорово. Это очень хорошо, потому что удаление толкателей там, ну, например, где-то там на крыше башни, ну, бог с ним, все равно, кто эту крышу башни увидит. Да, но люки, на люках толкателей быть однозначно не должно. И здесь все, на мой взгляд, очень хорошо. Очень аккуратно сделано. Присутствуют совсем тончайшие детали. Правда, на них тоже есть микроблойчик, но, я думаю, что удаляемый. Ящик забашенный, отлит в многоразъемную форму. В принципе, достаточно симпатичный. Тут пара швов, но убрать их, я думаю, большой трудностью не будет. Элементы казенной части орудия все сделаны из двух частей. Перед ними будет шов, но изнутри там никто это все равно не увидит. А вот наружные части орудия, они выполнены все в один элемент, в том числе вот с применением многоразъемности, как вот здесь вот. Также хотел обратить внимание, да, ствол орудия. Значит, на стволе орудия внутри показаны нарезы. Он сделан, очевидно, тоже в одну деталь. Питатели выведены на одну сторону, соответственно, мы сможем... Тут, правда, есть какая-то... Он с одной стороны полукруглый, с другой прямой. Но я надеюсь, что все-таки мы, когда будем его ставить, то у нас вот эта часть будет нижняя. Для того, чтобы даже если мы там где-то не идеально обработали питатели, это в глаза не бросалось. Так, ну и по внешней части, ну тоже здесь все, на мой взгляд, достаточно хорошо. Здесь, кстати, не так явно бросаются в глаза дефекты литья, как на предыдущих рамках. Эта рамочка выглядит посимпатичнее. Ну и в целом оставляет весьма неплохое впечатление. Крыша МТО. Крыша МТО выполнена в многоразъемной форме. Показан весь рельеф по бокам. Единственное, к чему можно теоретически придраться, это только вот к вот этому технологическому выводу. Но на самом деле он, я думаю, удалится без каких-либо проблем у нас. А так, в общем-то, все, на мой взгляд, вполне себе хорошо. Стыки показаны аккуратно. Каких-то дефектов явных я не вижу. Ну, жалко только, что не весь корпус сделан таким же образом. Остальном, весьма неплохо. Аналогично башня тоже в одну деталь. Ну, кроме своей лицевой части и кроме вот этих вот скул. Но мы видим, да, что по сварному шву у нас идет разъем по тому стыку, который был и на прототипе. Поэтому микрощели здесь, в общем-то, никакой проблемой являться не будет. Она там, в принципе, и должна быть. Изнутри вот показана некая деталировка. Но здесь со следами оттолкателей все вообще нормально. Их тут присутствует в товарном количестве. Опять же, может быть, в интерьерной модели эти следы чем-то закроются. Но вот на сегодняшний момент, конечно, они очень сильно бросаются в глаза. Но в целом, все равно, по технологической точке зрения, по всему, башня, мне кажется, весьма-весьма неплохая. Целая пачка элементов траков. Значит, сами траки выполнены с отверстием в гребне. Но единственное, что оно такое немножко кривоватое. Вот здесь, например, немножко заплывшее. То есть, по всей видимости, надо будет, ну, если мы не захотим на металл менять, немножечко ножом каждый трак обработать. Что, конечно, не очень весело. Но в остальном выглядит достаточно симпатично. Отверстия вроде бы ровные. Ну, то есть, да, если бы не момент с гребнем, все было бы совсем прекрасно. Но и так, в целом, на самом деле, если не придираться, то неплохо. Так, также два вида полупальцев, соответственно, на внешнюю сторону, на внутреннюю сторону. Ну, там в инструкции, я думаю, подробно показано, что куда. Ну, в общем, более рельефная часть у нас ставится на внешнюю сторону. И некий шаблон для сборки этих траков. Ну, можно попробовать так в тестовом варианте какой-нибудь единочный трак приложить. И вообще посмотреть, ну, да, так туго входит. Я бы сказал, даже туговато. Но вроде нормально держится. Я думаю, что собрать эту гусеницу, ну, если никаких моментов не возникнет неприятных по стыковке, будет не так уж сложно. И да, мы в итоге получим абсолютно рабочую гусеницу. То есть, лучшего варианта не придумать. Вот. Естественно, еще обращу внимание, что если вы соберетесь менять все-таки гусеницу на металл, то в обязательном порядке тогда оставляйте ходовую нерабочей. Иначе рабочая ходовая у вас под тяжестью металлических гусениц просто просядет. Ну, некие мультимедийные фишки я даже из пакета вынимать не буду. Это резиновые втулки и пружина для имитации отката ствола. Ну, тут, в общем-то, все понятно. Богатая рамка с прозрачными деталями. Много чего тут дано. Ну, различные стекла, перископы, стекла, фар. Я так понимаю, даже элемент люка, что ли. Но, правда, с такими двумя следами оттолкателей, чтобы все равно прозрачным его не оставить. Вот. Но, в целом, все равно выглядит достаточно интересно и достаточно неплохо. Да, то есть, мы сможем весьма подробно воспроизвести все прозрачные детали. Я единственное смотрю... А, это кормовой фонарь. Тут просто такой здоровый прилив, что даже не поймешь, что это такое. Это кормовой фонарь. Он тоже дан в прозрачном пластике. Ну, вообще круто. Просто очень круто. То есть, по прозрачке здесь придраться, мне кажется, абсолютно не к чему. Ну, единственное, что идеальной прозрачности, конечно, нет. Но для смотровых приборов Второй мировой войны это на самом деле нормально. Здесь никакой трагедии я тоже не вижу. То есть, за стекло однозначно производителю зачет. Рамочка фототравления. Достаточно крупные. Присутствуют сетки, элементы ленивцев, элементы, прикрывающие дополнительную броню. Замки на забашенный ящик. Детали, которые у нас находятся под кормовыми брызговиками. Детали, которые держат переднюю часть надгусеничных полок. Ну, мне кажется, для из коробочного варианта и так понятно, что это просто прекрасно. То есть, всем бы так. Здесь, опять же, никаких претензий к производителю. Ну, последнее, что относится непосредственно к модели танка, это декаль. Ну, вот здесь три варианта номеров, различные тактические знаки, кресты и так далее. Но, повторюсь, так-то вроде выглядит неплохо. И подложка совсем практически не выпирает над декалью. И яркость, контрастность цветов хорошая. И смещение я не вижу здесь вот на крестах. Все вроде бы здорово. Но, единственный момент, что поскольку у нас нет исторической привязки в инструкции, не совсем понятно, где нам к этому какие-то пояснения искать. То есть, абстракт на вакууме круто. Насколько правильно и точно, к сожалению, я не скажу. Теперь перейдем к дополнениям и бонусам. Я не знаю, какие будут комплектации, все ли танки будут комплектоваться этими элементами, поэтому рассказываю про них отдельно. Первое. Это фигура немецкого солдата от японской фирмы Саято. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Такое ощущение, что это целая какая-то игровая вселенная. У него там все на шарнирах. И причем обещано, что все собирается без клея. Мне не совсем понятно, зачем к такой качественной модели немецкого танка давать такую явно карикатурную фигурку. Но я, опять же, может быть, чего-то в этой жизни не понимаю. Может быть, для кого-то это очень важно. Но, в общем, вот такая вот фигурка. Четыре варианта у него вооружения. Все очень так интересно. Но, повторюсь, не совсем понятно, кому надо. И не совсем понятно, во всех ли коробках это будет. Но вот в моей это было сразу же изначально. Второе – это так называемый Upgrade Solution Series. Это непосредственно Райфилдом продаются наборы для дополнительной деталировки их моделей. Ну, в идеале, конечно, хотелось бы видеть это все сразу же, уже в комплекте. Но чего нет, того нет. Поэтому все это продается отдельно. Сейчас посмотрим. Ну, вот, собственно говоря, некий бокс-арт, на котором явно показано, что у нас поменяется. И видно, что еще одна большая плата отравления. 3D-принтерные детали тросов, огнетушитель и зажимы для, опять же, тросов, насколько я понимаю. Ну, и некая палочка, цель которой я пока что не понял. Так, ну, давайте вкратце по инструкции. Значит, о чем вообще у нас идет речь. Ну, во-первых, чем хорошо, когда производитель дополнительного автомаркета, дополнительных деталей и самой модели совпадает, что здесь явно указано, на какой странице инструкции нам ставить не те детали, которые были в коробке, а те, которые даются здесь. То есть, вот, пункт 10, пункт 11, там, и так далее. Ну, и, собственно, нам предлагается и стравление ставить держатели для запасных траков. Также из травления предлагается собрать ящик. Хотя, на самом деле, мне кажется, и пластиковый неплохо, он отлит в мега разъемной форме. Там, может, к нему прицепить вот травленные замки, травленные держатели и вот эту всю мелочевку, и будет нормально, потому что, ну, здесь-то он предполагается рабочим. Вот, кстати, для чего нужна палочка для петель. Но трудоемкость этого дела большая, а смысла, мне кажется, особого нет. Далее, кстати, я не помню, были ли эти детали в наборном травлении, но эти элементы явно там показывались на надгусеничных полках. Нам предлагается заменить на травление, тоже, кстати, довольно избирательно, держатели для запасных катков, заменить на травление крепеж для бруска под домкратника, хотя, вот так вот между нами говоря, я бы сказал, что если уж вы, ребята, планируете делать дополнительный набор, почему же вы не дали два бруска, почему нам надо срезать весь крепеж от коробочного? То есть, здесь вот, ну, если бы мы из автомаркета приобрели травление, в принципе, трудоемкость была бы точно такая же. Что мешало дать этот брусок отдельно без крепежей, если вы все равно знали, что будете делать дополнительный набор? Ну, да бог с ним. Держатели для запасных катков, опять же, ящик, держатели антенны и его, соответственно, крепеж. Ну, в целом, на самом деле, ничего особенного, никакого космоса я здесь особого не вижу. Далее предлагается из 3D-принтерных деталей собрать держатели для тросов, и, ну, мы вкратце об этом еще скажем. Вот, ну, и некий элемент, я так понимаю, какого-то люка здесь тоже у нас с применением травления. Вот, также на корпусе у нас дополнительная броня сделана из, ну, элементы дополнительной брони из травления. На башне пожалели, впихнули это в дополнительный набор, соответственно, вот эти части из травления можно сделать и на башне. Ну, соответственно, наверное, этот набор будет нужен больше всего тем, кто захочет изображать танк либо с открытыми ящиками. Кстати, вот, да, последний этап – это вот отдельная идущая крышка с масштабной толщины ребрами жесткости забашенного ящика. Вот, но, повторюсь, на мой взгляд, наверное, наиболее интересен этот набор только тем, кто захочет делать модель без троса, но при этом с дополнительной броней. Вот, ну, и, собственно, комплектация. Здесь тоже катки показаны, но я не понимаю, я не вижу в этом наборе вот этих элементов. Что имелось в виду? Не совсем понятно. Или это еще какой-то… Нет, это тот же самый набор. Только он… Ну, опять же, вот загадочная китайская душа. Он… А, он как будто бы отзеркален, но при этом, смотрите, здесь нету ничего внутри, а здесь есть… То есть, ну, они по рисунку отличаются. По факту, конечно же, я думаю, нет. Да, вот по факту, собственно, само травление. Ну, давайте я достану, чтобы сильно не бликовало. Тут комментировать что-либо сложно, мне кажется, все и так прекрасно видно. Самое сложное – это будет достать это все. Вот, ну, травление как травление. Вот его лицевая часть. В общем-то, ну, повторюсь, острые нужды я как-то вот в нем не вижу. То есть, пара ящиков, держатель для антенн. Держатель для антенн, кстати, был довольно толстый. Зачем его менять на травление, мне не совсем понятно. Вот, ну, в целом, наверное, неплохо. Но не строго обязательно, совершенно однозначно. Дальше детали, отпечатанные на 3D-принтере. Технология новая. Как 3D-принтерные детали будут себя вести с течением длительного времени, не совсем понятно. Но выглядит поприятнее, чем из смолы. Вот, особенно, конечно, огнетушитель. У него и достаточно масштабные кромки, и нет никакого явно видимого шва. И все, в общем-то, очень симпатично выглядит. Аналогично, конечно, держатели коуши троса и держатели троса. Ну, правда, вот это круто. Вот если вот технология 3D-печати будет дальше развиваться, то, в общем-то, произойдет то, о чем говорили. То есть, очевидно, что литье высокого давления в полном составе 3D-печать никогда не вытеснит. Но для автомаркета, для каких-то добавочных вещей, на мой взгляд, выглядит очень приятно. Вот, ну и последнее. Ну, штырь вот этот для петель, что его обсуждать. Но последнее, и что вообще меня поразило, набор дополнительных материалов. Не самый дешевый. Что мы видим? Трос нам предлагается сделать из ниточки. Просто восхитительно. Просто некая капроновая нить. Меня просто, я даже как-то не знаю, как это комментировать, что я серьезно. Не могли проволоку положить, что ли? Ну, из проволоки же, из мягкой медной проволоки трос был бы гораздо реалистичнее, гораздо лучше. То есть, если бы вот эта нитка была бы в наборе, я бы понял. Но в дополнительном, мне кажется, ставить ее просто несколько странно. И почему я и сказал, что этот набор в целом, мне кажется, больше всего нужен тем, кто захочет оставить вариант без троса, чтобы как раз, когда будут видны очень хорошо отпечатаны на 3D принтере крепления, но с дополнительной броней, чтобы броню на башне показать более подробно с открытыми ящиками. В остальном, для тех, кто захочет собирать модель с тросами, для тех, кому не нужно открывать ящики, и для тех, кого не сильно волнует толщина дополнительной брони на башне, я, честно говоря, глобального смысла в этом наборе не вижу. Может быть, что-то упускаю, но вот сходу мое мнение такое. Подведем итоги. Достоинства и недостатки, как обычно, теперь в описании. Ну, а я кратко скажу о своих впечатлениях. В целом, впечатления весьма неплохие, модель вполне неплохо отлита, очень здорово скомплектована, ну и понятное дело, что при ее разработке Райфилд оглядывался на модель от дракона, которая действительно очень и очень хороша, даже несмотря на то, что ей уже 10 лет. И, наверное, основная проблема, в принципе, на сегодняшний день производства троек и четверок в том, что дракон в свое время очень здорово задрал планку качества и проработки этих моделей. И вот однозначно ответить, смог ли Райфилд победить дракон, я, к сожалению, не могу. Почему? Потому что, с одной стороны, здесь рабочая гусеница, прямо в комплекте нормальная пластиковая на полупальцах. Здесь нету каши из модификации, здесь нормальная инструкция, здесь, в принципе, достаточно современное литье. И вроде бы дракон должен быть побежден, но если бы не один нюанс. А нюанс заключается в том, что это Райфилд. И те, кто собирали Райфилд, знают, что зачастую модели этого производителя очень здорово выглядят на литниках, очень здорово детали выглядят до их отделения от рамок. А когда отделяешь, выясняется, что там кругом шов, мелкие несостыковки и прочие загадочные проблемы. Поэтому до того, как эта модель собрана, однозначно что-то сказать тяжело. Но если она соберется прямо идеально, и особенно с учетом того, что дракон со временем становится все реже и все дороже, то как минимум сменщик моделей дракона у нас появился. Выбор есть, в принципе, все не так уж плохо. Если окажется, что эта модель отлита заметно хуже, чем драконовская, а драконовская, повторюсь, отлита и стыкуется просто восхитительно, то тут уже такой вопрос. Для тех, кому нравится повозиться, в принципе нормально, тем более, что я думаю, что в ближайшее время появится версия с интерьером. Тем, кому не хочется долго искать модель, потому что драконовская, опять же, повторюсь, исчезает из продажи, опять же, вполне вариант нормальный. Ну а для начинающих, мне кажется, что та, что та, достаточно слабо подходит. Для начинающих я бы, наверное, порекомендовал бы модель от таком. Она заметно дешевле, она заметно проще, но зато она и в работе тоже больших трудностей, по идее, создать не должна. Поэтому, если вам недоступен дракон, либо вы не хотите тратиться на наборные гусеницы, а большое количество мелкой обработки и шлифовки вас не пугает, ну, вполне можно брать и Райфилд. Если что-то из этого вас смущает, то, соответственно, наверное, имеет смысл все-таки внимательнее посмотреть на модель от дракона. Но на сегодняшний день вот однозначного лидера я, наверное, назвать не могу. У каждой из этих моделей есть свои достоинства и недостатки. Ну а выбирать, собственно, как всегда, вам то, что больше подходит под ваши требования. Вот, ну а общим итогом, повторюсь, модель неплоха, но и ее прямой конкурент дракон тоже все еще весьма и весьма хорош, поэтому выбирайте то, что ближе непосредственно вам. В общем-то, на этом все. Если вам было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь. С вами был канал Армормастер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok